С первых дней войны важнейшей задачей стала оборона от фашистских бомбардировщиков стратегических объектов страны. Их маскировкой занялись архитекторы, художники и промышленные альпинисты. Работать им приходилось под огнём вражеской авиации. А тех, кто рискуя жизнью, спас от вражеских бомб сотни архитектурных шедевров и промышленных предприятий. Сергей Арсеньевич. Почти 150 налётов немецкой авиации пережила Москва. Но за 9 месяцев бомбёжек пострадало лишь 20 небольших предприятий и чуть более 200 зданий. Помогла маскировка. Усилиями архитекторов и художников удалось спрятать Кремль. Его закрыли фанерой и картоном. Исчез Мавзолей и широкие московские проспекты. В блокадном Ленинграде бригады промышленных альпинистов под прицельным огнём красили купол Исаакиевского собора, затягивали тканью шпиль адмиралтейства. Одним из бойцов, спасавших города, был Михаил Бобров. Каждый привязался, взял себе четвертинку купола. Привязался. И нам подавали вёдра с краской. Это краска, которую красит корабли. Шаровая краска. Под краской здания словно исчезали, а у врага пропадали ориентиры для обстрелов. Я считаю, что это большая дослуга наших ребят, бригады этой. Чтобы они спасли десятки тысяч людей. Совершенно точно. Спасли замечательные памятники истории, культуры, архитектуры. Маскировали не только Москву и Ленинград. Это было необходимо для многих прифронтовых городов. В Горьком немцам удалось почти полностью уничтожить автозавод. Но вот этот мост, через оккупы, которому ночью на фронт уходили эшелоны, уцелел. Я помню, когда мы ложились спать, то хозяйка квартиры, где мы жили, она ходила и каждую щёлочку закрывала, чтобы с улицы не было видно ни малейшего огня. В недавно рассекреченных документах можно прочитать о серьёзной работе по маскировке и в Куйбышеве. В протоколе собрания городского порт-актива от июля 42-го года прямо указано. Проведённые учения показали, что население в основном обеспечено средствами светомаскировки, но не пользуется ими, потому что безнаказанным остаётся это дело. Не все ещё поняли, что свет в окне есть помощь врагу. Кстати, примерно в это же время тех, кто упорно не хотел соблюдать режим светомаскировки, отключали от света целыми домами с формулировкой «за неумение пользоваться электроэнергией в условиях воздушной тревоги». Всего за две недели милиция составляет на нарушителей полторы тысячи протоколов, выписывает крупные штрафы, порой они равняются месячной зарплате, а шестерых граждан отправляют под суд. И несмотря на то, что немцы порядка 40 налётов совершали на Куйбышев, ни один самолёт в город вообще не прорвался, даже близко не подошёл. То есть настолько всё было продумано и выполнено с высочайшим качеством. Немцы знали, что здесь находится, но подобраться на уровне авианалётов не могли. Вот эта фотография, сделанная с воздуха, прямое доказательство того, что Куйбышев был интересен немцам. В первую очередь, как крупный промышленный центр, дающий фронту самолёты и снаряды. Также детально врагу были известны и Москва, и Ленинград. Но благодаря маскировке от разрушений удалось сохранить многие исторические памятники и важные государственные объекты.